День добр, уважаемые коллеги. Я немножко волнуюсь, потому что первый раз в таком формате участвую через видеоконференцию. Сижу я дома в Иркутске у себя в квартире, но в целом здесь удобно. И сегодня моя задача – обсудить некоторые проблемы оценки сердечного риска перед операциями и поделиться впечатлениями о первом рабочем проекте, который мы все уже смотрели, наших рекомендаций, которые мы надеемся максимально быстро завершить. Следует сказать, что доля переоперационных осложнений и смертей на самом деле не так мала. Вот в прошлом году попробовали посчитать глобальный риск переоперационных смертей, и выяснилась удивительная вещь, что они занимают вообще-то третье место в структуре глобальной общей смертности. И в контексте нашей кардиологической проблематики следует отметить, что доля сердечно-сосудистых рисков и смертей планируется, что она может возрастать. Почему? Потому что увеличивается продолжительность жизни, больше пожилых пациентов с сосудистыми заболеваниями, факторами риска, и поэтому этой проблеме необходимо уделять более пристальное внимание. Очень важно, что в наших рекомендациях есть много новых подходов и моментов, связанных с прогрессом медицинской науки, который прошел с 2014 года. И вот этот алгоритм мы обсуждали активно с Алексеем Николаевичем, и нам представляется, что он лучше, удобнее, практичнее, чем тот алгоритм, который был в европейских рекомендациях. И единственное, что, готовясь к лекции, я попробовал немножко уточнить, я раздел тяжелых заболеваний просто перечислил, потому что это очень удобно для практиков, чтобы сразу было видно, где у нас проблемы, какие проблемы, и их необходимо решать в первую очередь. Вот так выглядит оценка переоперационного риска в предыдущих рекомендациях. Но я бы дополнил здесь очень важную позицию, что нужно прямо прописать, что необходимо оценивать и указывать переоперационный риск в консультативном заключении кардиолога или других специалистов, к которому пациент попадает. Ну, за свою практику я оценок с приведением переоперационного риска не видел. И мне кажется, что это очень важная составляющая, поскольку и мне, и моим коллегам приходится консультировать и давать оценку переоперационного риска. Мы впрямую часто не можем писать, разрешено или не разрешено оперировать. Это не наша прерогатива. Это команда решает, это анестезиологи решают. Но указывать-то риск мы вправе, и мы можем это делать лучше, чем специалисты другого профиля. Теперь, что касается шкал. Конечно, и RCRI, и NCQIP в версии МИК, они остаются самыми популярными. Но вот последние все исследования, большая их часть, а было немало крупных исследований, показывают, что вот эта универсальная шкала NCQIP МИКа, она превосходит и лучше прогнозирует, чем индекс RCRI. Более того, выяснилось, что прогностические возможности индекса RCRI существенно падают с возрастом. Особое место занимает сосудистая хирургия. Вообще, складывается впечатление, что она несколько ближе к сердечной хирургии, чем к несердечной хирургии. И не случайно шкалы переоперационного риска, традиционные, и обе, о которых мы сегодня говорим с вами, они здесь работают неважно. И поэтому, конечно, для этой группы оперативных вмешательств следует использовать другие, более специализированные шкалы. И вообще, полагаю, что нет универсальной шкалы. Конечно, для большинства подойдет NCQIP МИКа. Но там, где, допустим, есть риск брадикардии или отека легкого, там RCRI выглядит предпочтительнее. В сосудистой хирургии другие операции. Поэтому, на мой взгляд, более правильным было бы рассматривать стратегию индивидуализации оценки риска с выбора соответствующих инструментов в зависимости от той или иной клинической ситуации. Мы, как правило, сосредоточены на своей проблематике. Но мы должны понимать, что доля сердечно-сосудистых осложнений и смертей, она ведь далеко не доминирующая. Поэтому, когда мы оцениваем свой риск и общий интегральный риск, нужно соотносить в контексте общего риска, оценивать свой сердечно-сосудистый риск и не преувеличивать свою проблематику. Что касается позиций, а наше мероприятие призвано еще служить так называемой апробацией. То есть мы, разработчики, участвующие в формировании этого документа, должны представить позиции, которые мы планируем включить в рекомендации для всеобщего обсуждения, кардиологическим сообществам, которые должны покритиковать нас, уточнить, помочь нам выработать более правильные, точные позиции, с которыми потом будут работать практические врачи. И очень важно, что мы должны указывать, и очень хорошо, что все-таки договорились, что мы используем европейскую градацию рисков. И вот раздел, за который я отвечаю, это оценка переоперационного риска, вот он выглядит следующим образом. И я хочу сказать, что это новый раздел, то есть вот эти позиции, их просто нет в предыдущих рекомендациях, но мне кажется, что они очень важны, очень нужны, полезны, они достаточно обоснованы последними научными исследованиями. Я думаю, что наши рекомендации в этом плане должны не просто переводом быть европейских или американских рекомендаций, но и поскольку впервые за долгое время создаем их не после того, как они выпустили, а перед ними, может быть, и международному сообществу наши идеи, мысли, позиции будут тоже интересны. Очень важный момент, и касающийся практики, понимания, использования рекомендаций, это нам надо усилить раздел визуализации, потому что голый текст, он, во-первых, сложно воспринимается, во-вторых, вот эти отечественные рекомендации, их же крайне сложно читать, они написаны, соответственно, наверное, с требованиями, которые перед разработчиками стояли. А если мы вот эти наши рекомендации украсим, оптимизируем и представим в графическом виде, намного проще будет пользоваться ими, а именно для практического здравоохранения, я надеюсь, мы создаем эти рекомендации. Еще очень важный момент, поскольку мы надеемся, что их будут оценивать специалисты высокого класса, и не только в России, мы должны очень высокого уровня аналитическую работу представить. Например, вот я посмотрел рабочий вариант рекомендаций, который нам представили, собранный Алексеем Николаевичем, коллегами, там несколько важнейших работ нет. Например, если мы берем терапию антикоагулянтами. В этом году же вышло довольно серьезное исследование, метаанализ шестирандомизированный, который достаточно четко и определенно обобщил предыдущие все работы. И там было четко показано, что если не берем пациентов с крайним риском, допустим, механический клапан и так далее, то гепариновый мостик, кроме как риска кровотечения, ничего не дает нам. И я бы хотел обратить внимание, в европейских рекомендациях прошлых этих позиций-то нету, поэтому многие вещи нам нужно формулировать самим. Ну и заключая свое выступление, я бы хотел какие-то стратегические позиции в качестве выводов выделить. То есть это дифференцированное использование прогностических инструментов, это оценка сердечно-сосудистого риска в контексте общего риска смерти и других осложнений, и очень важно алгоритмический подход, который позволит унифицировать стратегию ведения пациентов перед операцией, потому что там у нас очень много проблем. Ну а внизу я хотел представить, как, на мой взгляд, сейчас выглядят наши рекомендации. И справа раздел, который нам нужно обязательно-обязательно всем обсудить. То есть рекомендация, класс доказательности, обязательно ссылка литературы, потому что он ключевой в наших рекомендациях будет. Пока в большинстве разделов я почему-то вот этих позиций вообще не увидел. Не то, что за доказательности, а уж отсылка к литературе и речи не идет. Нам надо доработать в первую очередь, потому что обсуждение, текстовая составляющая, это уже как бы вторично, это идет комментарий к этим основным позициям, которые нам надо выверить, согласовать и уточнить. Ну вот, спасибо за внимание.